Перемен здесь ждали долго. В Пугачевском санатории возводят новый корпус. Желающих поправить свое здоровье с каждым разом все больше, говорят работники. Тысячи людей ежегодно приезжают в глубинку не только из области, но и из других регионов. Но сейчас мест хватает не всем. Мы ограничены в местах. Если вы уже прошли по нашей территории, ознакомились, у нас место историческое, здания все исторические, то есть мы на месте Спасопреображенского монастыря. Поэтому этажность здания ограничена. Она не более в основном двухэтажей, которые корпусы имеются. Они комфортные, но мало мест. И в летнее время особенно спрос, он намного более превышает предложение. Пугачевский санаторий имеет богатую историю. Долгое время здесь был монастырь. Тут укрывался и Медлян Пугачев, когда был в бегах. В советское время на этой территории организовали дом отдыха. А сейчас это лечебница. В санатории проходят реабилитацию люди с ограниченными возможностями. Дети-инвалиды. Приезжают поправить здоровье пенсионеры. Летом открывают лагерь для школьников. Одним из первых об увеличении мест заговорил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он помог начать строительство. Огромное здесь, конечно, спасибо Вячеславу Викторовичу. Вот этот санаторий и Чапаевский ведет со времени избрания в 99-м году в состав Государственной Думы первый раз. И очень много помогал. Что из этих 40 миллионов или сколько у вас? 20. Из 20 миллионов вы делаете тогда? Фундаменты. Часть нулевой цикл. Первый этаж. Первый этаж. Летоперекрытие и возведение второго этажа. Второй этаж. На стройплощадке побывал депутат Госдумы Николай Панков. На первом этапе строительства подрядчик сможет сделать только два этажа. На работы, благодаря поддержке спикера, было выделено 20 миллионов рублей. Николай Панков попросил увеличить объем работ, достроить третий этаж и ускорить темпы. 16 человек – это мало. Это мало. Еще раз я вам просто предупреждаю. Давно работаю со строителями, что у нас будут дожди, осенью будет грязь, а к октябрю, месяце, ноябрю пойдет снег. Чтобы для вас это не было новостью. Вот для строителей это всегда новость. Ой, мы думали, а пошел дождик. Вот я вам говорю, что будут идти дожди. Поэтому сделали, отработали и дальше смотрите. Успеет регион сделать вопросы дальнейшего финансирования, значит продолжаете. Не успеет, смотрите, чтобы законсервировать. Часть финансирования на себя возьмет область. Региональные чиновники отвечают за подведение всех коммуникаций. По проекту современный корпус с новым оборудованием сможет вместить в себя дополнительно. Больше 70 человек. Первый этап строительства должны завершить до октября этого года. Надежда Новикова, Полина Попенец, Роман Шельдяев, Саратов, 24.